ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брестская Динамо продолжает выполнять очковый запас. В домашнем матче чемпионата Беларуси по футболу брещане сыграли в ничью с Мозельской славией. Таким образом, Динамо не проигрывает уже три матча подряд. После двух побед подряд Брестская Динамо улучшила свои позиции в чемпионате страны. Брещане далеко ушли от последнего места в таблице. В очередном домашнем матче Динамо принимала Мозельскую славию. Первый тайм не был богат на голевые моменты. Команды в основном боролись за мяч в центре поля, лишь извинка угрожая воротам друг друга. Первым открыт счет мог капитан Брестской команды Александр Демешко. После заброса в штрафную славии он пробил по воротам соперника, но гостей спас их вратарь. В конце первого тайма со штрафного опасно по чужим воротам бил Дмитрий Герман. Однако вновь голки Перславии Николай Романюк сыграл уверенно. Во втором тайме на спорткомплексом Брестский пошел дождь. Это немного разбудило игроков и те забегали активнее. Команды быстро переходили в центр поля, обмениваясь опасными ударами. Единственный гол в этой встрече мог принести победу одной из команд. На 85-й минуте отличную возможность открыть счет упустил нападающий славии Денис Лаптев. Мяч после его удара попал в штангу ворот Динамо. Затем уже динамовец Рамазан Исаев опасно убегал к воротам соперника, но не смог обыграть вратаря. В итоге встреча так и завершилась с уходничьей. Итог справедлив. Единственное, благодаря тому, что воротари, наверное, были лучшие игроки в командах, он, может, не справедлив тем, что нулевая ничья. И в первом тайме весы были, и во втором тайме, то есть то мы ближе были к победе, потом опять мы, и концовка, в общем-то, моменты были и там, и там. Мы, наверное, завершали опасными моментами все-таки Брест. Главный тренер Брестской команды Сергей Ковальчук также считает, что ничья в этом матче – справедливый итог. Мы старались тоже так играть на встречных курсах. Да, это оголяют некоторые зоны. Играли дома, поэтому хотели выиграть, но, к сожалению, не получилось. А так, в принципе, да, я тоже согласен, что 0-0 – это не тот счет, который должен быть на табло. Вот. Ну, как бы ничего не поделаешь. И ничья тоже, тоже результат. После шести туров брещане набрали семь очков и в турнирной таблице занимает десятое место. Следующий матч «Динамовцы» вновь проведут на своем стадионе. Гонболисты БГК имени Мешкова стали обладателями Кубка Беларуси по гонболу. В решающем матче турнира, который проходил в Бресте, мешковцы обыграли своего принципиального соперника Минский СКА. В финальном матче Кубка Беларуси по гонболу играли хозяева площадки Брестский БГК имени Мешкова и Минский СКА. Армейцы на турнире выступали без Сергея Рутенко, который не смог приехать в Брест из-за травмы. Мешковцы, похоже, немного расслабились после двух уверенных побед на ЦКА в этом сезоне. А Минчане, наоборот, мобилизировались и на старцев стечи вели в счете. Но лидерство гостей было недолгим. Главный тренер БГК Сергей Бебешко сменил вратаря. Вместо Виталия Черепенько на площадку вышел Иван Пешич и сделал корректировку в обороне. В нападении также все было на высоком уровне. Растко Стойкович точно бросал с позиции линейного. Сергей Шилович забрасывал с дальней дистанции, а Максим Баранов результативно убегал в отрывы. К концу первого тайма брещане не только сравняли счет, но и вышли вперед 12-10. Во втором тайме Мешковцы играли увереннее своего соперника. Иван Пешич спасал команду в воротах, а полевые гонболисты точными бросками завершали свои атаки. В итоге БГК победил 27-23. А третья к ряду в нынешнем сезоне победы над армейцами принесла в детской команде сразу два титула. Девятую в истории победу в Кубке Беларуси и одиннадцатую на турнире памяти Анатолия Мешкова. В Кубке Беларуси, к слову, Мешковцы побеждают уже третий год подряд. Одним из лучших игроков 22-го турнира памяти Анатолия Мешкова был признан разыгрывающий БГК Александр Тюменцев. Гонболист считает, что в его достижениях большую роль сыграла вся команда. Конечно, приятное ощущение. Не надо забывать, что это групповой вид спорта. И я думаю, что это не только мое, это тоже моих партнеров, потому что без них это очень трудно и невозможно, тем более мне, потому что как-то я здесь новый этот первый сезон. Мне было до декабря, января было очень-очень сложно. Но они мне помогли, и видно, что сейчас я на площадке получаю удовольствие, смеюсь. И это тоже большое спасибо им. Ребят, только начало. Это только первый турнир, который мы выиграли. Впереди еще чемпионат. Это более важный турнир, более весомый. Поэтому мы не расслабляемся, продолжаем работать. Было очень успешное выступление в Лиге чемпионов. В Сехолиге, даже если бы и заняли четвертое место, показали очень хорошую, очень качественную игру. Сейчас кубок, потом чемпионат. Поэтому команда растет, команда двигается, растет вверх. Команда двигается вперед, это самое главное. Поэтому неделя в турниры мы привыкаем, мы приучаем всех остальных побеждать везде, где мы играем. Это самое главное. В БГК ИСКА встретится в финале чемпионата Беларуси. Серия пройдет за трех побед одной из команд. Первый матч состоится в Минске 18 мая. Два следующих в Бресте. Фестиваль водного туризма «Мотельская регата» состоялся в Брестской области. За два дня соревнований участники прошли более 50 километров. Победа досталась самому выносливому экипажу, который смог укротить водную стихию. Озеро Споровское в Березовском районе стало местом старта одного из самых необычных и зрелищных туристско-экологических мероприятий Брещины фестиваля водного туризма «Мотельская регата». 15 команд из Бреста, Витебска, Иваново, Пинска, а также из украинского Любешева вышли на 32-х километровую дистанцию по реке Ясельда. Задача регаты, соревнований – это прохождение дистанции с наилучшим временем. То есть, чем быстрее ты придешь, тем у тебя будет лучше времени. Но также, кроме времени, здесь важно ориентироваться. Более четырех часов участники провели на воде только в первый день соревнований. И, наконец, вот он – долгожданный финиш. В борьбе за самое быстрое преодоление водной дистанции победила команда любителей водного туризма «Полецкие Робинзоны». Они смогли вложиться в 4 часа. Второй день фестиваля прошел на Ивановщине. Протяженность маршрута – 20 километров. Старт на реке Ясельда у деревни Буса. Финиш – на Мотельском озере. Таким образом, за два дня гребцы прошли более 50 километров по самым живописным водным дорогам Брещины. Немыслимая нагрузка на ноги, руки и спину. И только желание победить заставляло спортсменов двигаться вперед. Стартовали очень хорошо и сразу же весло. Вылетело с этого, нету зажима. Всю дорогу держал, одной рукой весло, чтобы не выпало. Всю дорогу тяжело, тяжело, ребята. Сегодня просто трасса была немножко другая, то есть в обратную сторону приходилось быть против течения. Свои трудности были. Да, немножко сложнее, но вчера уже практика какая-то такая появилась, поэтому мы сегодня чуть-чуть поднажали. И вот результат. Третье и второе место у ивановских команд «Фортовы» и «Полесские Робинзоны». Первое у экипажа «Любешев» из Украины. Вчера был более продолжительный этап, да еще и мы немного не так финишировали. Пришлось возвращаться назад. Я бы сказал, что вчера было тяжелее. Сегодня была мотивация догнать того соперника, который шел перед нами по времени. Это нам удалось. Мы своим результатом довольны. В Мотальской регате уже два года, но в прошлом году фестиваль проводился в тестовом режиме. Нынешний подтвердил. Направление в развитии регионального туризма выбрано правильно. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. И надеемся, что наш фестиваль водного туризма, Мотальская регата, станет таким же брендом Ивановского района, как фестиваль в Мотальской пресс-маке и фольклор без межа. В городе над Богом проходит областной этап соревнований среди начинающих мотоциклистов. Лучшая команда в многоборье представит Брещену на республиканском турнире. Команды начинающих мотоциклистов из центров межшкольной работы всех регионов области принимают участие в областных соревнованиях. Задача не только определить более подготовленных, а и научить будущих участников дорожного движения правильно и безопасно вести себя на дороге. В прошлом году лучшей была команда Пинского центра дополнительного образования детей и молодежи. Молодые люди всегда, особенно парни, испытывали интерес к технике, к автомобилям, к мотоциклам. Он и в данный момент существует. Больше всего, конечно, их привлекает возможность получить водительское удостоверение категории А1, и уже 16 лет стать такими самостоятельными, полноценными участниками дорожного движения. И в будущем подготавливает. Сейчас у нас сильно развита в стране автомобилизация, и в каждой семье есть автомобиль, мотоцикл, скутер. Поэтому водительское удостоверение – это какая-то ступенька в жизни. Среди гостей были и те, кто уже активно участвует в дорожном движении и считает мотоцикл единственным возможным средством передвижения. Пришло совершенно так спонтанно. Началось все из деревни, из деревенских старых советских мотоциклов. Ну и потихоньку-потихоньку, собирая денежку, продавая, покупая, купил себе свой хороший мотоцикл. Год назад заинтересовалась по телевизору «Мотокросс». Хотела записаться на «Мотокросс», но у нас в городе его нет. Записалась на другую секцию. В итоге потом друг предложил прокатиться. Прокатилась, понравилась. Решила цель себе поставить – куплю мотоцикл. Сдам на проваль, буду ездить. Соревнования состоят из двух этапов. Теория на знание правил дорожного движения и практическое вождение. Команда-победитель поедет защищать честь области на республиканском этапе. Наша основная цель на сегодняшний момент – это максимально их научить безопасным правилам вождения мотоцикла. Ну и, конечно же, знание правил дорожного движения. Молодая возрастная категория мотоциклистов больше всего попадает в дорожно-транспортное происшествие, причем, как правило, с тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода. Поэтому мы обращаем внимание или уделяем большое внимание именно будущим нашим мотоциклистам. На этом все. С вами был Олег Завадский. Смотрите «Про спорт» на сайте trkobes.bv и в социальных сетях. Живите спортом, берегите себя. До встречи через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова